ребят здорово на связи шамшурин и не только шанси привет юра у нас очередной выпуск покатух давненько уже не было с того года до 1 наверно в этом году 1 в этом году покатушки вот и тут как-то что-то собрались время не очень много решили какие-то вот три темы три тема озвучить заявленных который мы сегодня собирались с какой мы начнем то есть у нас там значит давай про напарника начнем в полях да то есть смотрите значит его такая ну нам люди пишут задают вопросы а мы на эти вопросы снимаем покатухи периодически шум идет сверху да надо люк короче этого прикрыть вот значит история такая как у плюсы и минусы напарника в полях чё скажешь его вообще но я я хочу сказать что когда я проходил тренинг мне напарник этот тот человек без которого я вообще бы наверное но там не сделал бы некоторые шаги и возможно вы там вообще бы не был сейчас там где я нахожусь потому что у тебя был на память дачу это были саппорты то есть это были саппорты это были ребята которые одновременно проеду проходили также тренинг это все равно я кстати говорил в каком-то уже из видео что ну реально ощущалась поддержка то есть наступает какой-то момент переломный то есть ты может быть может я марита саппорта если мы говорим о том моменте что вот два чувака они проходят онлайн и соответственно я отлично понял тема каждого да то есть и как бы прикол в том что то есть вот они оба на одинаковом уровне какие плюсы здесь какие минусы но могу рассказать в какой-то момент то есть мне надоело ходить одному то есть у меня там принцип каждый день выходить в поле там независимости от того там кушал я не кушал успел я какие-то дела сделать или не успел у меня был пробел после которого я очень жестко откатился назад после этого я принял твердое решение каждый день выходить и делать ну как бы минимум три упп то есть это минимум подойти там трех девочкам которые мне понравились и соответственно там ну ежедневные походы в одного ну как бы начали потом уже напрягать потому что ты ходишься я сразу вот какие-то ремарки составлять да 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 может быть такая хрень да что вот плюсы и минусы допустим из минусов явных то есть это зависит от того какой напарник вот бывает такое что сам человек допустим проходит тренинг и у него есть дружбану который с ним на тренинг не пошел вот этот дружбан как бы ты же научи меня и он берет эту дружбану и говорит погнали со мной если в этом контексте да я немножко про другое рассказывал что мне стало одному скучно и я уже стал как бы ребят приглашать там с кем проходил тренинг но естественно я стал приглашать тех кто ну что-то может делать и ну как говорится уже по своему уровню это там самых продвинутых ребят то солький момент то есть бывает когда клиенты рассказываешься типа я там беру с собой друга а он начинает допустим над ним стебаться или что-то его чвырить да то есть когда я сейчас говорим о напарниках которые в теме или которые вообще про мою вопрос напарник то есть я когда познакомился там с мишкой с вами другом который меня в это все привел они подходили к девкам и что-то им говорили там про сиськи про что-то еще короче сейчас алё мужик я тебя наберу через сходил отверстие вот а я подходил говорю что ребята были вы это самое то вы че это там девушка не обращайте внимание они просто такие там ебанутые они на самом деле хорошие то есть я им портил картину все они мигалованты это типа ну давай погуляй покрыть с дикой пообщаемся я был в шоке над тем что они делают и вот если напарник у вас такой что он там ну а вот ты олень тебя слили вот в таком духе да то такого напарника гоните в шею если чувак там полностью разделяет и понимает все вот эти моменты вот такой напарник наверное очень очень нужен но есть еще один вот допустим сейчас негативный момент бывает что когда вы вдвоем вы как-то расхолаживаетесь давай-ка попиздим там про футбол про что-то еще да я вот часто вижу где-нибудь в охотном ряду стоят пикаперы человек по 5 и просто от болтают что-то там рассказки табайки друг другу то есть смысл в принципе в чем либо они пришли тогда в поля практиковаться да либо они пришли поболтать и то и то по сути безделье да но тут ты хотя бы получишь шепот общение женщинами а там ты не получи нихрена у меня такие моменты в моем случае слава богу все хорошо я еще раз говорю что выбирал ребят действительно ответственных которые ну 100 процентов будут подходить то есть мы все делаем стабильно там ну сколько-то там я задаю себе там три-четыре раза подойти потом сидим обсуждаем уже расслабляемся то есть я даю себе возможность а некоторые ребята которые действительно но они подходить то мало подходят а еще и свободно это время этот эфир занимает там ну трёпом между друг другом то есть они треплются подсознательно чтобы лишний раз там куда-то не ходить а мы сходим нормально по по несколько подходов сделаем потом встречаемся ну все это обсуждаем с этим пьем кофе потом еще раз выходим то есть рассказом какие-то нет если так туда плюс как бы еще один плюс напарника то что он можете добрать давать обратную связь до города сады да 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 то есть причем есть вот моменты когда ты подходишь особенно какой-то начале стадии для тебя это некий стресс и как бы ты не можешь там вообще контролировать себя то есть какие-то свои моменты да и а тут чувак подходит так вот это было так это было так то здесь надо уметь качественную обратную связь давать поэтому вы старайтесь по полной если уж вы связались там с другом друг друга дополнить потом этот напарник может вам перерасти в как бы товарищи по групповым в свое время отточили общение настолько вот с другом чтобы подходили к девкам общались с ними вдвоем одновременно там одна девушка или там две девушки это хорошая тема и мы настолько понимаешь научились друг друга не перебивать и дополнять что вот там у нас даже свои зрители были на ван научился не перебивать да я наконец-то нет я над этим работаю ребят я стараюсь работать с тассаном прямо до в сторону больше сейчас поехать вот значит такой момент по поводу напарников чё по поводу какие там еще темы хотели вообще может вас какой то есть этот история по поводу напарнику кого есть интересность у меня особо истории какие-то там сейчас не могу вспомнить специфических но мне напарник я естественно выбираете только комфортных людей комфортных людей которые не могут что-то подсказать я им что-то могу то есть мы по крайней мере можем обсудить то что мы сделали и уже там повышая квалификацию даем другому какие-то там задания то есть подойти там каким-то там стас мне сказали уже нет там ник бумаг трем допустим там девчонкам то есть но усложняем сами себе задание превращает в какую-то игру конечно когда в дали там типа давай 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 вот эта какая-то поддержка на должен быть парите в главный доллар друга не шмарить как говорится до просто очень часто бывает когда ты хочешь по торговому центру просто и все но в этом сосредоточен что ты сейчас пойдешь кого-то снимать реально у меня от этого начала уже болеть башка то есть ты ходишь как вот как algal head просто цен до ты знаешь и ходишь и ходишь 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 и есть какая-то тонкая грань до который надо вот уловить то есть с одной стороны Ты идешь целенаправленно для того, чтобы подходить девушкам С другой стороны, ты не должно превращаться В какую-то голодную собачку Которая подбегает ко всем Ищет вокруг головой Дайте мне батон, кто мне даст сосиску или батон Все равно со стороны посыл должен быть такой Что ты идешь, рассматриваешь по сторонам Какую-то фигню красивую, интересную Вот девка, подошел, пообщался То есть ты это держишь где-то в подкорке Но это не должно быть какой-то нуждаемостью Потому что это очень сильно транслируется Очень девушки это прям чувствуют Хотя бы нужно, да, отвлекаться там между подходами Чуть-чуть там куда-то мысли уводить в другую сторону Пошел в шляпку прикольно увидел, да У меня, кстати, так же было, я рассказывал, да То есть я хожу, просто я уже понимаю, что ну вот Мне уже тяжело Я иду и вот, ну, как одержимый Просто я кроме этих телок и как к ней подойти У меня в голове ничего нету и так полтора-два часа Короче, как подойти, что сказать То есть вот это все происходит Мне реально заболела голова Надо что-то сделать Чем больше ждешь, тем труднее, да Ну, вот варишься, все в этом и варишься, варишься То есть мне, ну, поднадоело это уже все То есть я переключился на то, чтобы там пойти купить шапку Реально отвлекся, сходил, померил, уже вышел И вот, ну, немножко мозги чуть-чуть подрасслабились Поэтому стало более комфортно И тут же самое, что и напарник, когда ты с ним общаешься Он немножко тебя выводит вот из этой темы Вот этот охотник Ну, охотиться, конечно, надо Но вот это внимание свое фокусировать, ну, желательно в моменте То есть там увидел кого-то, раз, ну, там ее сфотографировал, короче, идешь за ней То есть, а тут, когда ходишь один, вот наш, постоянно, блядь, вот так смотришь, смотришь, смотришь У меня вот доходило до такого, что вот начинала просто тупо болеть башка Может быть, вначале это и нужно, но потом реально тяжело Смотри, там, какой был следующий момент по поводу возраста, да То, что, а как был вопрос сформулирован? То есть, не ошибаюсь, имеет ли значение возраст? При знакомстве, да То есть, смотрите, вот это слово имеет ли значение? То есть, это вот попахивает вот этой вот Какую бы мне еще причину придумать, да, чтобы что-то не делать То есть, ой, мне пока 17, мне пока 18, мне пока 42, я пока не готов, да То есть, ну, ты думаешь, с этой стороны? Нет, да это я вот сейчас начался Куда, направо или налево сейчас? Направо То есть, мы там сможем что-то намутить Вот, значит, смотрите, по поводу Чувак, ты же меня пропустишь, да? Будет ли меня? Так, по поводу Скажем спасибо Да, скажем спасибо Скажем дружно, нафиг нужно Так Так, еще направо, что ли, Став? Значит, смотрите По поводу вот сюда, да? Возраста То есть, у девушек есть такое возражение интересное Оно, в принципе, довольно-таки распространенное возражение Оно звучит следующим образом Что, как бы, ты слишком молодой для меня Ну, бывает, допустим, когда тебе, там, 20 А девушке, там, лет 27 Она может такое сказать, там, или что-то в этом духе Когда тебе, ей 40, а тебе 20 Я думаю, что она уже не будет такого говорить Она скажет, м-м-м, 20 Вот Если тебе, конечно, 16, а ей 20 То это уже-то явно чем будут говорить такие вещи Вот, то есть, ну, на это возражение, опять же Ну, я всегда рекомендую отвечать что-то подобное Что, как бы, возраст мужчины не определяется Его годами, а определяется его жизненным опытом И определяется его уровень ответственности и самостоятельности То есть, причем девки любят такие слова И когда ты такие вещи говоришь Они скажут Да, чувак, то есть, ну, как бы В принципе, рассуждаешь ты Как взрослый? Очень хорошо, да Куда сейчас, Стас? Направо А, да, все, обратно, наверное Вот, то есть, поэтому, ребят Ну, чтобы это не было какой-то отмазкой Естественно, подбирайте все-таки девушек Каких-то плюс-минус в каком-то возрасте Но если, допустим, вам 20 И увидели девушку лет 30 Красивую, привлекательную Почему бы не подойти, не попробовать Плюс еще момент Что есть девушки, выглядящие молодо А на самом деле им лет под 70 И наоборот, соответственно Она выглядит так взрослая А подходишь, оказывается, ей там 25 Просто она сегодня усы не побрила Ну, там, не знаю, что-нибудь Парада росла Кстати, да, предлагаю разобрать еще одну тему Я сейчас вспомнил Потому что, ну, реально Звонит, когда ребята вот прошли тренинг Они начали потом звонить И очень многих стал Ну, как сказать, задевать Задевать, не задевать, а возникать Девки в шапке Перебьем Ага Ну, более успешные там ребята Кто действительно уже начал достигать Каких-то результатов Ну, начали знакомиться И эти знакомства, видимо, там Стали перерастать не только в секс А уже в какие-то отношения И реально много вопросов о том, что Вот я уже сейчас начал встречаться Продолжать не там дальше там Или не продолжать То есть перекладывание ответственности Нет, смотри, ты должен сказать Вот ребята, как бы Ну, кто хорошо там все выполняет задания Более-менее уже начинает осваиваться У них получаются подходы Среди подходов они находят себе девочку С которой уже там, ну, переходят отношения Там может быть, ну, не только в секс А уже как бы в частые встречи Начинают жить вместе Ну, там жить, не жить Но уже вот как бы к этому идет То есть, к этому идет И они вот все спрашивают А если мы сейчас прекратим Ну, мы же не знаем там Длительность вот этих отношений Сколько она будет Если я сейчас вот Ну, перестану там Подходить Стану вот Уйду в эту Как в семейную жизнь То есть, ну, спрашивать Стоит ли уходить или нет То есть, мне в принципе Вот с этой девочкой уже хорошо Да, смотрите, значит Вопрос такой, что То есть, стоит ли практиковать Пикап, если ты нашел женщину С которой классно Да, то есть, опять же Я рекомендую какое-то время Все-таки там Пока вы встречаетесь Первое время Даже если вы уже вместе живете Практиковать, но Опять же Пикап до какой степени, да? Пикап это же не как бы Не самоцель Там какой-то секс Там или что-то еще Да, ну, в принципе Пикап это образ жизни какой-то Да, там Заключающийся в некоем Обильном общении С разными людьми Вообще Пикап ты можешь Чувака какой-то Запикапить там Ну, в смысле Найти с ним общий язык Вот И, соответственно Можно вообще целую Всю свою жизнь запикапить Да, там Вот И прикол в чем Что Когда ты можешь Общаться с разными Это быстро очень может Навык уйти Если ты не будешь подходить Какое-то довольно долгое время То навык Может подостыть Единственное, да Его очень легко потом Дернуть Но бывает, что Это самостоятельно Не получается Нужен кто-то Кто тебя распинает То есть Потом можно опять Завести вот этот мотор Потому что Механическая память Какая-то есть То есть Если ты долгое время Практиковал Тут вопрос не в этом Что Когда ты подходишь Просто общаешься Там Вот Прикольное платье То-то, то-то Даже можно долго Разговор Не заводить Да Что-то Открываешь Все время девушек Каких-то на улице Где угодно Ты внутри себя Держишь какое-то Ощущение Что я могу В принципе В любой момент Сейчас найти себе Одну, другую Третью То есть Десять других И Это ощущение Даст тебе Все равно Тебе даст Вот такой момент Что Ты со своей девушкой Будешь общаться С позицией сверху Естественно Да То, что Будешь понимать Что если она сейчас Будет вести себя Как-то Как тебе не нравится Ты просто Встанешь и уйдешь Как бы Тебе не проблема Найти другую То есть Очень многие парни Терпят Вот какие-то Выходки своих женщин Только потому Что Ну потому Что он понимает Разумом Что да Сейчас Если я ее Она меня оставит Она меня оставит Я потом такую Навряд ли найду Или там Если найду То когда Я останусь И без секса И не факт Что будет Там какая-то Такая же Ну и вот В таком духе Что скажешь Не знаю В моем случае Допустим Если Это мое личное мнение Там У меня просто Цель была Изначально Ну конечно Там Погулять Но в итоге Все-таки найти Какую-то Хорошую Достойную женщину В принципе Я как бы Ну готов Это все дело Оставить Не я тоже готов То есть Я Я Ну я Воскоп Покажешь Покажешь Все да Я по крайней мере Ну не боюсь У меня уже были Такие моменты Когда я там Месяц не подходил И ну как бы Думал что у меня Все хорошо А потом реально Короче ну Шаг не мог сделать Потому что ну Стало страшно Но инструменты Я вспомнил Как все работает Начал все заново Грубо говоря Некая поправка Да Если ты в принципе Пришел на тренинг А у нас как бы Вот люди иногда приходят Именно с такой целью Как у меня есть цель Найти себе Любимую жену Любимую женщину Если ты пришел Уже с такой целью В принципе пофиг Да Ну у тебя там возраст И психологически Созрел и так далее Если ты еще молод Да И тут за какую-то Девушку зацепился Да вот Но при этом Так-то вот еще Не особо задумываешься О том чтобы Жениться Не жениться То тогда все-таки Какое-то время Я думаю Можно продолжать Практиковать Ну вообще на самом деле Это по желанию И по сути Ты сейчас Мы можем ничего не сказать Что надо подходить Ну или не надо подходить Но твоя мужская природа Может быть говорить Тебе будет Ну совсем другое И тебя там куда-то Потянет на приключение То есть это уже Дело совести Как говорится И ну дело там желания Если тебе понравилось Это видео Ты можешь меня Отблагодарить Поставив лайк И обязательно Подпишись на канал Чтобы посмотреть Мои видео первым Не забудь посмотреть Предыдущие выпуски Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok